В 1921 году из Советской России в Германию эмигрировала Ольга Константиновна Чехова, урожденная Книппер, талантливая актриса, бывшая жена родственника великого писателя Антона Палча Чехова, известного актера Михаила Чехова и племянница знаменитой артистки Ольги Леонардовны Книппер Чеховой, жены Антона Палча. Ольга Константиновна приехала на историческую родину не одна, а с маленькой дочерью Адой. Официальными причинами ее отъезда из Москвы послужили разрыв с мужем, невозможность получить в Новой России интересную творческую работу, царившая в стране разруха и прочее. И вообще она якобы уезжала на некоторое, пусть даже неопределенное время, но твердо намеревалась вернуться, когда все должным образом наладится. Это официально. А неофициальные причины эмиграции актрисы до сей поры плотно скрыты завесой множества нераскрытых тайн и неразгаданных загадок. Впрочем, если судить беспристрастно и откровенно, то в послевоенной Германии жизнь была ничуть не лучше, чем в советской России, где начиналась новая экономическая политика. Чеховой недавно исполнилось 24 года, она находилась в полном расцвете творческих сил и отличалась красотой лица и фигуры. Молодая актриса обладала завидной энергией и хорошим честолюбием, и, что немаловажно, совершенно свободно владела немецким языком. Ко всему прочему, артистка немецкого происхождения носила знаменитую не только в Европе, но и во всем мире фамилию. Заметим, что ее бывший муж, Михаил Чехов, вскоре тоже эмигрировал из Советской России и, в конце концов, обосновался в Америке. Он приобрел там мировую известность, создав уникальную актерскую школу и разработав основы сценического мастерства, на которых учатся уже многие поколения всех западных артистов театра и кино. Начинать Ольге Чеховой в Германии пришлось с подмостков маленьких бедных театров, где она охотно бралась за любые, даже самые маленькие и невыигрышные роли, упорно пробираясь наверх, к известности, к славе и деньгам. Вскоре на нее обратили внимание, и уже в 1924 году ее имя стали печатать крупными буквами на афишах берлинских театров. Но это оказался еще не тот головокружительный успех, который ждал ее в самом ближайшем будущем. Решающую роль сыграла встреча с одним из кинорежиссеров, пригласившим Ольгу Чехову попробовать сниматься в кино. Фильмы тогда еще были все черно-белые и немые, но популярность актрисы сразу же очень резко возросла. Многие звезды немого кино потом так и не смогли найти своего места в новом кинематографе после появления звука и цвета. Однако Чехова удивительно легко перешагнула с немого экрана на звуковой, сделав тем самым шаг к блистательным вершинам небывалой славы. Позднее подсчитали, что она снялась более чем в ста кинокартинах. Историки искусств безоговорочно признали огромный вклад актрисы Ольги Чеховой в развитие немецкого кинематографа. Фильмы с ее участием «Мулен Руш», «Опасная весна», «Красивые орхидеи», где Чехова блистала несравненной красотой и талантом, обожал смотреть Адольф Гитлер. Он искренне восхищался актрисой и, придя к власти, дал ей почетный статус государственной актрисы Германии. Восхищение Гитлера немедленно принесло свои плоды. Он стал настойчиво приглашать актрису сначала на различные официальные мероприятия, а затем на полуофициальные, а вскоре и совсем неофициальные приемы в кругу высших нацистских бонз. В частности, Чехова часто бывала в берлинской резиденции фюрера и в его альпийском замке Берхтесгадене. Естественно, Ольга Чехова быстро вошла в круг семей главарей Третьего Рейха, где у нее далеко не со всеми складывались хорошие отношения. Рейхс-министр пропаганды и гауляйтер Берлина Геббельс терпеть не мог кинозвезду. Вероятно, потому что не имел никакой возможности заставить ее стать своей наложницей, как он поступал со многими другими красивыми актрисами. Колченогий и страшненький Йозеф утверждал и тешил свое мужское самолюбие за счет власти и страха, однако в случае с Чеховой даже приближаться к ней оказалось весьма опасно. Ольгой восхищался сам фюрер. Правда, чисто платонически, поскольку он постоянно подчеркивал, что обручен с Германией и не имеет права заводить семью, чтобы не обделить своим вниманием немецкую нацию. Поэтому Гитлер не афишировал любовных отношений с Евой Браун, зато весьма поощрял ее дружбу с Ольгой Чеховой. Ева Браун часто очень скучала. Иногда фюрер подолгу не разрешал ей приезжать в Берлин. Актриса Чехова стала для любовницы Гитлера спасением от скуки и долгожданной отдушиной. Часто они вместе ездили на премьеры, устраивали пикники и делились маленькими женскими секретами. Другой близкой подругой актрисы стала жена рейхсмаршал авиации Геринга Эмма Зонеман. Она сама была артисткой и очень хорошо относилась к Ольге, обеспечивая ей неизменное покровительство своего всесильного мужа. Генрих Гиммлер, глава страшного черного ордена СС, всегда смотрел с большим подозрением на русскую аристократку и не разделял бурных восторгов фюрера, однако никогда не трогал Чехову. Ему не нашлось к чему придраться, а портить из-за какой-то актрисы отношение с Гитлером он не хотел. Известно, что Чехова присутствовала на устроенном немцами пышном правительственном приеме в честь советской делегации, которую возглавлял русский сфинкс. Народный комиссар иностранных дел СССР Вячеслав Молотов. Известно также, что к русским она во время приема даже не приближалась и ни с кем из них не разговаривала, а по окончании мероприятия сразу же уехала в автомобиле домой, на Гросс-Глинике. Актриса немало поездила по свету. Ей рукоплескали Франция, Бельгия, Италия. Ее восторженно принимал Муссолини. Многие политики считали за честь устроить прием, на котором соглашалась поприсутствовать известная всей Европе звезда экрана. Чехова посещала замки родовитой аристократии и особняки крупных промышленников и банкиров, вернисажи и премьеры в драматических театрах, постановки оперы и балета и воинские части вермахта. После 22 июня 1941 года фильмов в Германии стали снимать намного меньше. Эйфория первых успехов довольно быстро сменилась откровенной озабоченностью, возможным крайне неудачным исходом военной кампании с Россией. Именно в этот период у Ольги Чеховой начался бурный роман с Асом Люфтварфе и Еппом, кавалером множества наград и весьма храбрым человеком. Но, выполняя свой солдатский долг, любимый человек актрисы погиб на фронте. Замуж Чехова так и не вышла. Она много и часто выступала перед немецкими солдатами, выезжала на фронт с концертами, и ее принимали восторженно. Ей удалось счастливо пережить войну, а в мае победного 1945 года сотрудники СМЕРШ, по личному указанию знаменитого генерала Абакумова, вывезли Ольгу Чехову в СССР, в Москву, где она некоторое время жила на конспиративной квартире МГБ. Потом, якобы по указанию самого всесильного Лаврентия Палчиберия, который посчитал, что никаких компрометирующих материалов на Чехову нет, актрису со всеми возможными тогда удобствами доставили обратно в Германию, обеспечили продуктами и надежной охраной. Можно нисколько не сомневаться. Охрана, состоявшая из офицеров СМЕРШ, прошедших горнила фронтов и справлявшихся с прекрасно обученными немецкими диверсантами, была очень надежной. Спустя некоторое время на первых полосах многих западных газет появились броски и заголовки. Многие западные источники с достаточной уверенностью утверждают, что именно Ольга Чехова и была тем таинственным, прекрасно осведомленным источником информации, с которым всю войну поддерживал связь обосновавшейся в Швейцарии под крышей картографического бюро знаменитый резидент советской разведки Шандор Радо, более известный по своему псевдониму Дора. Не раз писали, что именно от Доры в центр в Москву поступали самые уникальные разведданные. Сам Радо тоже не раз намекал, что у него имелись выходы на практически недосягаемую верхушку Третьего Рейха. Но он никогда не называл ни одного имени или даже агентурного псевдонима. Все его источники информации так и остались тайной для непосвященных. Возможно, он даже далеко не всех из них раскрыл и перед руководством советской разведки. Не исключено, что Радо и сам не знал всех источников разведывательной информации, поступившей к нему через хорошо проверенных надежных агентов-посредников. Важно, какова была эта информация, достоверная или нет. Другие источники убежденно доказывают, что все подвиги разведчицы Чеховой не более чем досужая выдумка, поскольку в послевоенное время не удалось обнаружить ни одного документа, ни одного письменного или устного свидетельства, в которых содержались хотя бы косвенные намеки на многолетнюю разведывательную деятельность актрисы Ольги Чеховой. Хотя она, несомненно, реально могла постоянно получать весьма интересную политическую и военную информацию, как говорится, из самых первых рук. Возможно, возражение. Какую ценность могла представлять информация Чеховой, слушавшей разговоры нацистов за столом? Но не стоит забывать, за этим столом сидели Адольф Гитлер, Йозеф Геббельс, Герман Геринг, Генрих Гиммлер и другие первые лица Третьего Рейха. Легендарному советскому разведчику Николаю Кузнецову оказалось достаточно одной брошенной вскользь фразы о персидских коврах, чтобы сообщить центру о готовящемся покушении на Большую Тройку в период проведения Тегеранской конференции. Так и Чеховой могло быть достаточно случайно оброненного замечания или сделанного прозрачного намека. Несколько лет назад некоторые высокопоставленные лица, причастные к руководству советской зарубежной разведки, признали, что Чехова являлась их секретной сотрудницей. Но другие руководители в то же самое время полностью отрицали это. Сын Лаврентия Берии, Серго Гегичко Риберия, в своей книге «Мой отец Лаврентий Берия» написал, что у него нет никаких сомнений в том, что актриса Ольга Чехова была нелегальным советским разведчиком высокого класса. А то, что в отношении нее не сохранилось никаких документов, по мнению Серго Берии, объясняется очень просто. Его отец, Лаврентий Палч, считал, настоящего ценного нелегала нельзя проводить по картотекам аппарата разведки, чтобы полностью сохранить тайну. Якобы так не проходили по картотекам сотни разведчиков-нелегалов. В частности, Серго Берии пишет. У отца был ряд людей, которым он абсолютно доверял. Они-то и поддерживали связь с такими разведчиками, как Ольга Чехова. Ее вклад в успехи нашей разведки переоценить трудно. Ольга Константиновна была поистине бесценным источником информации, которым не зря так дорожил Берия. Казалось бы, теперь все предельно ясно. Но если Чехова никогда не проходила ни по каким картотекам, то какое отношение имел к ней Лаврентий Палч, если Ольга Константиновна покинула Советскую Россию аж в 1921 году? Где и кем был тогда Берия? Всего-навсего хозяйственником за Кавказском ЧК, а то и вообще еще сидел в тюрьме каких-нибудь муссаватистов, дошнаков или грузинских меньшевиков. Неужели перед самой войной по его указанию сумели найти подход и завербовали кинозвезду мирового уровня? Что-то верится с трудом. Если кто и засылал Чехову-Книппер в Германию как разведчицу, то это Феликс Дзержинский. Но он вряд ли конфиденциально поделился с Берией секретами собственной агентуры, тайной которой не доверил даже иностранному отделу ВЧК ГПУ, занимавшемуся разведкой за рубежом. Существует мнение независимых экспертов, что вся возня и шумиха вокруг имени Чеховой это специально спланированная и прекрасно осуществленная дезинформационная акция. Вот, глядите, советская Мата Хари была в самом логове нацистов. Наша разведка удивительно могущественна, если смогла проникнуть даже в святая святых Третьего Рейха. Никто и никогда не рассматривал другой, кажущийся совершенно фантастическим и абсурдным, вариант. Ольга Чехова могла сотрудничать со спецслужбами Третьего Рейха и успешно гнать дезинформацию разведкам других стран, в частности советской, английской и французской спецслужбам. Мата Харрис, которой некоторые так любят сравнивать Ольгу Константиновну, как раз работала не на одну разведку, а сразу на несколько, за что в конце концов и поплатилась жизнью. В отличие от нее, Ольга Чехова дожила до весьма преклонных лет и дождалась внуков. Германия тогда еще не стала единой, и Чехова предпочла жить на Западе, а не в социалистической зоне. Это тоже свидетельствует о многом. Что бы там ни говорили, что бы ни писали, тайна блистательной кинозвезды Третьего Рейха Ольги Чеховой остается до сих пор нераскрытой. Была она советской разведчицей или нет, тоже точно неизвестно. Была она немецкой разведчицей или нет, тоже точно неизвестно. Вокруг ее имени масса разных домыслов и слухов, похожей на ложь фантастической правды и совершенно фантастической лжи, выдаваемой за чистую правду. Но все же где-то кроется истина. Продолжение следует...